Здравствуйте, это Наше Время, я Василий Морозов. Где найти учителя для сельской школы? С началом нового учебного года кадровая проблема в некоторых школах, особенно деревенских, стала еще более очевидной. Есть и такие, где не хватает учителей даже по таким базовым предметам, как, например, математика. Понятное дело, страдают и иностранные языки. Решают проблемы доставки преподавателей из соседних школ, но выход этот скорее временный. Впрочем, есть и другие способы улучшить ситуацию с образованием в малых школах, и в частности, если речь идет об их качестве, и методы эти, можно сказать, инновационные. Об этих методах и поговорим с Юлией Мамчур, старшим преподавателем кафедры управления качеством образования Краевого института повышения квалификации работников образования. Юлия Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, сам наблюдал, в том числе и по себе, и по школьникам, которые есть сейчас, что они меняются, ну, по влиянию различных факторов, даже по влиянию гаджетов, на протяжении, допустим, пяти лет. Да даже, даже, даже чаще, можно сказать. А сами учителя успевают меняться? Безусловно, это требует новое веяние, которое существует и есть у нас в стране. Кроме того, у нас есть основные тенденции, основные тренды, в соответствии с которыми педагог должен владеть определенными профессиональными компетенциями, которые позволят ему стать настоящим профессионалом и передать то, что он умеет своему обучающемуся, своему учащемуся. Так все-таки образование это такая консервативная вещь, которая, скажем так, ну вот, хранит определенные традиции, но что-то вроде элемента культуры. Или же действительно новые методики, в частности технические, постоянно изучаются? Ну и чтобы поспевать, все-таки, наверное, образование, в частности учителя, они вынуждены догонять, наверное, потребности, догонять привычки учителей, учеников. Ну, не совсем соглашусь. Образование, кроме консервативной части, как вы сказали, то есть инвариантной, неизменной, классической части, конечно, должна иметь вариативную часть, это та, которая изменяется. Классическая часть дает педагогу, преподавателю те основы, которые заложены, которые неизменны и всегда будут присутствовать. Это основополагающие вещи, те, которые идут из истоков от Яна Москаменского и так далее, представителей наших великих русских педагогов. Ну и, конечно, новые требования времени заставляют, естественно, идти в ногу со временем, нисколько не догонять, я абсолютно с этим не согласна. И в каких-то моментах и опережать. Что помогает для этого? Естественно, что точка протяжения в этом отношении является, в нашем данном случае, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, который создает все благоприятные условия для развития профессиональных компетенций педагогов, педагогических работников, а также руководящих работников. Не только быть и идти в ногу со временем, но и, так скажем, презентовать и показывать те возможности, которые сейчас доступны и легко усваиваемы обучающимися. Ну а речь идет о каком повышении квалификации? В плане знания предметов или в плане действительно донесения этой информации до школьников, до более такого продуктивного, чтобы они это усваивали? Здесь речь идет и об основных методологических, так скажем, моментах, то есть основах преподавания предмета. Но и, кроме этого, основа заключается в дополнительных способах, формах взаимодействия для того, чтобы преподаватель, используя свои ресурсы и, приобретая новые знания, умения, навыки, смог донести в очень интересной доступной форме обучающимся. Естественно, при этом используются новые инновационные подходы, так скажем, в части разработки и участия в проектах. То есть проектная деятельность сейчас находится, так скажем, впереди и является, так скажем, заказчиком той инновационной деятельности, которая осуществляется у нас. То есть это такое сотворчество учителя, получается, и команды учеников, если про проектную деятельность мы говорим? В том числе. То есть в состав проекта, то есть в реализации проектов, в рабочую группу по реализации проекта могут входить как специалисты непосредственно, в данном случае, нашего института, так же и образовательные организации, и в том числе обучающиеся. У нас разработан ряд проектов, которые находят свое отражение в настоящей действительности и уже активно и результативно реализуются. Квалификация педагогов в городе, ну возьмем Барнаул, например, да, и в селе, даже в самом отдаленном. Насколько она одинаковая? Насколько она разная? Даже лучше так, наверное, вопрос поставить. Сложно сказать. Однозначно, что в городе высокий уровень профессионализма, допустим, у педагогов, да, а в селе нет. Так говорить нельзя, и это однозначная позиция, потому что у нас в муниципальных образованиях, в сельских школах есть уникальные педагоги, которые владеют по отношению к некоторым педагогам наибольшей профессиональной компетентности, чем городские педагогические работники. Поэтому здесь зависит от личностных навыков, от личностных умений, от профессионализма, от уровня профессионализма, от желания работать, от желания находиться в той педагогической среде, которая непосредственно их окружает. Поэтому здесь ни знак минус, ни знак плюс ставить нельзя. Хочется затронуть проекты, которые в институте существуют, в частности, мобильный педагог, один из любопытных самых, когда выдающиеся победители различных конкурсов, учителя уезжают в районы и делятся своим опытом. Они делятся своим опытом в плане чего? В плане каких-то дополнительных, не знаю, вне классных или внешкольных, образовательных методик или в чем? Даже в таких базовых, например, вещах, как смотивировать ученика, поставив ему какую-то конкретную оценку. В чем обмен опытом происходит? Ну, проект «Мобильный педагог» — это уникальный проект. Аналогов в Российской Федерации нет. Это, можно сказать, авторская разработка нашего института. Суть проекта заключается в использовании ресурсов педагогов, которые желают донести свой опыт, свои наработки, свой передовой педагогический опыт для других представителей педагогического сообщества, для других образовательных организаций. Они готовы сотрудничать с нашим институтом на условиях того, что участвуют в различных мероприятиях, конференциях, семинарах. То есть они сами по собственному желанию принимают участие, мы рассматриваем их потребность в участии в наших мероприятиях, и затем они активно транслируют свой педагогический опыт. Но нужно отметить, что это не только передовые сообщества, не только ассоциации педагогов-новаторов Алтайского края, не только клубы титовцев, но это молодые педагоги, которые по каким-либо причинам, по, допустим, причине несоответствия стажу педагогической деятельности или еще каких-либо причин, не могут участвовать в профессиональных конкурсах. Но здесь они имеют возможность проявить себя, так скажем, презентовать себя и, прежде всего, свою образовательную организацию, интересы которой они также будут представлять для реализации данного проекта. Елена Юрьевна, мало времени у нас совсем. Хочется затронуть и проект День института, когда вы езжаете в определенную школу, обсуждаете проблемы. Но одна из целей, наверное, все-таки вытащить какие-то передовые методики, в том числе от таких уникальных педагогов, ну, отличностей, можно сказать. Можете какие-то примеры привести, когда действительно что-то такое уникальное у нас на свет появлялось, вытаскивалось из какого-нибудь отдаленной точки края? Да, абсолютно верно. Здесь, в выездных днях института, в муниципальное образование, как раз преследуется цель поглощения дефицита тех потребностей, которые существуют у педагогических работников, у педагогов, в образовательных организациях, чего они не знают, но хотят узнать. И как раз мы здесь в этом помогаем. И помогают мобильные педагоги, которые готовы поделиться своими мастер-классами, своими открытыми уроками, занятиями и так далее. Ну, у нас был уникальный случай, когда 5 августа мы были в Солнечном районе, и уникальный педагог, работающий в простой сельской школе, презентовал свой опыт по работе с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, но участвующие в археологических раскопках. Ну что ж, хочется, чтобы такие опыты, конечно, выходили на более широкую аудиторию, но я думаю, что мы, как телевидение, вам тоже с этим будем обязательно помогать. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Я напомню, мы говорили со старшим преподавателем кафедры управления качеством образования Института повышения квалификации работников образования Юлии Мамчур. Это было наше время. Увидимся. Продолжение следует...